всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня решил пофантазировать и соединить в одном рецепте мексику и испанию даже скорее не всю испанию каталонию есть такое чрезвычайно распространенное блюдо в южной америке энчеладос а собственно говоря она настолько распространено что это даже не 10 рецептов это даже не сотни рецептов энчеладос это множественное число единственный энчеладо собственно означает энчеладо в чили чили соусе это короче какая-то начинка завернутая в пшеничную или там вот кукурузную лепешку поданная под этим самым чили соуса при этом начинка может быть какой угодно то есть вот вообще какой угодно даже самых распространенных рецептов ну никак не меньше 20 но это как с варениками да то есть с капустой с картошкой с клубникой с вишней с творогом и все это вареники короче я решил взять за основу мексиканскую идею вот этой лепешки с острым чили соусом а с начинкой развлечься частично на каталонский манер и в результате получить эдакое новое прочтение старого блюда и так понадобятся для соуса понятно чили перцы протертые томаты или томатная паста лук чеснок бальзамический ливиный уксус и лепешки конечно для каталонской начинки баклажаны помидоры сладкий перец сладкий лук очень большое количество зелени и чеснок тоже а в качестве основной составляющей курятина и сыр ну и лимончик тоже понадобится вот такой наборчик ну и соль сахар пряности какие-то по ходу дела сообразим в качестве каталонской составляющей готовлю эскалеваду если кто-то пропустил смотрите я отдельный ролик на эту тему снимал сейчас просто смазываю оливковым маслом все овощи и в таком виде отправляю в духовку вообще говоря овощи для скалевады нужно на углях конечно запекать чтобы аромат дымка присутствовал но у нас начались дожди и с грилем проблемы так что увы нагрев поставил 250 градусов верхний и нижний жар а нужно как можно быстрее подпечь их так чтобы они снаружи уже обуглились а внутри хорошо бы чтобы остались такие не до конца пропеченные и пока процесс идет самое время замариновать курятину это у меня бедра без шкурок без косточек соль кориандр зира слегка поработаю штукой верни пестиком масло лимончик главное косточек не навалить от них горечь будет так курятина маринуется многое не надо 10-15 минут уже вполне достаточно но полчаса постоит хуже не будет я забочусь чили соусом лук масло пусть становится потихоньку прозрачным чеснок его сюда же чили нарежу примут киси семечками для пущей остроты и теперь томат сюда и чили и перемешать сейчас закипит потомится минут пять острота более-менее разойдется по соусу и надо будет пробовать ждем так ну и что тут обалденно у меня вообще очень вкусная томатная паста вот удалось найти просто класс поэтому ей добавки минимальные вот буквально чуть-чуть по каплям бальзамического уксуса ну или винного вот так вот будет достаточно сахара и соли вот теперь очень хорошо включая нагрев соусом разобрались теперь со скалевадой все это надо остудить а затем снять шкурку но пока овощи остывают я на сухой сковороде поджарю лепешки отлично курятину тоже можно же отправлять духовку чтобы со всех сторон жаром обрабатывалась положу куски на решетку вот чтобы духовку меньше загаживать решетка на противне у меня лежит и и вот теперь в печь конечно вкуснее был вообще все на гриле мастрячить но погода подвела а я разберусь с овощами а теперь надо все нарубить и знаете что вот кто бы что не говорил но размер имеет значение вот это старый мой вихай карбон а вот это новый а а а и 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 Курочка готова уже. Сборка. Курочка готова. Курочка готова. И в духовку под верхний гриль. Минут на 10-15, чтобы подымянить чуть-чуть. Ждем. Можно пробовать. Шаматэ себе, конечно, отделилась голодухи, видимо, просто огромный. Ну, извините. Слушайте, это чума. Чири-соус острый, яркий. Помидоры дали сладость, и лук тоже дал сладость. Острота такая очень яркая. Курочка с кислинкой лимона. Такая классная и с легкими ароматами кориандра и зиры. Это прям классная курочка. Я, кстати, сознаюсь честно, иногда ее просто так готовлю. Вроде как шашлык, когда на улице пасмурно, дождь и так далее. А здесь вот получается легкий аромат дымка даже под верхним грилем. И вот эта вот начинка овощная, Толновская, вот эта скаливада, просто там бомба. Она такую сущность классную дает. Просто, просто сказка. Короче, это классное блюдо. Я, конечно, понимаю, что все это по отдельности можно стрескать и не заморачиваясь. С ними готовками курицу запек, съел и скаливаду приготовил, съел. Но все вместе это вот такая штука. Так что готовьте и наслаждайтесь. Да, и напоминаю, что Самура превзошла самую себя и выдала на гора вот такой вот огромный нож. Нож для больших мальчиков. Приобретайте и пользуйтесь промокодом Фреско. Получите скидку, это приятно. Спасибо за компанию. Всем пока.